Да, давайте листать дальше главные клипы осени. Следующая видеоработа мне лично очень понравилась. Не просто за счёт самого видеоряда, но ещё и за счёт позиции автора. И точнее, позиции группы. Я давно дружу с этим коллективом. Пришёл к выводу, что в самые тяжёлые времена как-то вдруг получается, что панки ведут себя достойнее всех. Итак, это группа «Тараканы». Клип называется «Что я могу изменить». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если есть такой термин, патриархи панка, то это они, группа «Тараканы». «Что я могу изменить». Вот такое вот видео. Сид у нас на связи из-за рубежа, как я понимаю. Дима, привет. Привет, Миша. Меня видно? Тебя видно, и причём замечательно при всех твоих опасениях, что ты в далёкой глуши и в деревне, и с плохим интернетом. Мы тебя видим замечательно. Супер. Рассказывай о том, родилась сначала песня или идея клипа. Удивительным образом у одних людей родилась идея клипа, собственно, у той творческой команды, которая нам эту идею предложила, и в итоге её осуществила, и песня. То есть обе идеи родились параллельно, независимо друг от друга. Не так, как обычно это бывает. Артисты сочинили песню, нашли людей, которые могут в будущем снять клип, и эти люди им набросали пару-тройку идей сценария. То есть эта песня была, мы её играли летом, мы уже на нашествии, тогда это был чуть ли не её дебют, вот. А чуть позже с нами связались вот ребята, которые, собственно, клип сняли, и спросили у нас, нет ли у нас песни, которая могла бы подойти под такой концепт, и прислали сценарий вот этот вот. Там, правда, дедушки не было, дедушку мы потом решили добавить. А зачем, скажи? Зачем нам дедушка? Да. Ну, изначально мне показалось, что было бы неплохо, если бы это видео также включало в себя линию того, как СМИ, показывая новость в наши дни, формирует отношение людей к тому, что происходит на экране, к тому, что они, собственно, транслируют в мир. Ну, в общем, та самая идея зомбирования зрителя. Мне хотелось, чтобы это было тоже. Ну, это я уже, в общем, добавил сценарий, который до этого я без дедушки обходился. Нет, это хорошая добавка, поскольку как раз она вносит осмысленность во все это. Особенно, когда он так машет рукой, что типа, ну, хэппи-энд, кому он нужен? Переключу-ка я на другой канал, как в конце этого замечательного фильма шоу Трумэна, когда вроде все заканчивается и... Да, что там на другом канале? Дима, скажи, пожалуйста, что ты можешь изменить? Ну, я тоже задаю себе время от времени такой вопрос. Знаешь, Миш, очень простой ответ у меня на него недавно каким-то образом выработался. Ну, вот такого рода песни, например, сочинять можно. Я ведь чем занимаюсь в жизни? Я песни сочиняю, их исполняю. И, собственно, это мое занятие, это мое призвание, это даже, может быть, в чем-то уже и мой крест, что называется. Поэтому я могу делать на своем посту, так сказать, общественном, то, что от меня может зависеть. Я могу такие песни сочинять, эти песни, будучи реализованными, возможно, ну, как мы все идеалисты предполагаем и считаем, возможно, они каким-то образом повлияют на мысленностроение людей, хотя бы небольшой их части, хотя бы не этого поколения, так следующего, если этому, следующему поколению суждено быть. Ну, вот и все. Вот что я могу сделать. Ну, и как ты думаешь, дождемся ли мы с тобой на нашем с тобой веку то, что, ну, я как считаю это таким временным умопомрачением или умопомешательством то, что происходит с большинством населения и, к сожалению, с многими моими друзьями и знакомыми, и даже коллегами по музыкальному цеху. Дождемся ли мы того, что вдруг раскроются глаза, чары падут и как-то люди вернутся в нормальное состояние, в котором, например, зазорно будет прославлять войну или ее каким-то образом оправдывать? Ну, мы с тобой, слава богу, ребята не вчера родились, и у нас уже был пример перед глазами, когда, ну, абсолютно все государство, в котором мы с тобой жили, верило в пионерию комсомолия и коммунизма, но вдруг раз, Чарльз палец с глаз, и все, значит, как один немедленно отреклись и сказали, ой, блин, что же это мы так верили-то, а нынче-то вон оно оказывается, как вон во что надо верить, и вроде бы как очухались более-менее. Так что, да, исторические примеры есть, и они не только где-то там за рубежом, не пойми, когда были, а вот мы их сами видели, мы сами их наблюдали в конце 80-х, в начале 90-х годов. Так что, глядишь, может быть, и здесь то же самое случится. Вот, ну, немцы-то после 45-го года пришли же в себя, правильно? Они же как-то более-менее осознали, что, блин, нифига себе, в каком мы зачарованном лесу пребывали все это время. Наверное, и здесь это случится. Случится ли это на нашем с тобой веку, бог его знает. Здесь уже как бы вопрос, потому что... Вопрос персонального здоровья. Да, 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 опять же, возвращаясь к началу ответа, так как мы уже люди взрослые, и мы вчера родились. Спасибо большое, Дмитрий Спирин, солист группы «Тараканы».